восстанавливаются разведчики есть в строю поехали сюда ближе к лавенте захватывайте ее быстрее повышаем лучников и все и все у нас скоро станет хорошо через несколько ходов мы получим свое распоряжение то что нужно еще один городишко и будем этим гордиться и забудем всю эту эпопею с лавентой как страшный сон но пока мы занимаемся вот этим вот мурыжинем бедолаги есть возможность конечно же обратиться к вот этим вот 21 цивилизации то он бе снова же очень-очень сильно условно эти цивилизации разделены например у него есть цивилизация западный мир что это за цивилизация не могу понять это британская империя это чё вообще такое это америка или это западный мир типа нато или чё это вообще такое но там он поясняет конечно же да дается само собой аргументированное нормальное пояснение понятно что он писал чуть-чуть не в те годы когда как бы но сформировался современный например порядок распад ссср и все такое но все же все же но современной точки зрения мы можем все это стартовать по-другому тем не менее у него есть другие еще цивилизации православной цивилизации 2 это одна из них византийская цивилизация другая христианская цивилизация русская цивилизация христианская великий пророк у нас появился сколько событий сразу же в один ход и минус 28 откуда такие убыли чё-то жестко с нами поступает как-то игра постоянно где-то находит убыли еще и появились копейщики короче войско у нас серьезно существенно да только нема счастья от этого войска нам упала заказывали войск точно ну кто первый лавенту возьмет сейчас надо еще по сторонам распихать этих лучников пророка что мы с пророком можем сделать с пророком у нас есть возможность что сделать основать религию в результате этого действия великий человек исчезнет а вы сможете основать новую религию так и сделаем интересно выбор буддизм была основана державой наполеон христианство наполеон буддизме ага индуизм была ислам индуизм синтаизм сикхизм даосизм зентань тенгрианство зороастризм в принципе зороастризм это наши наши религия религиозные идолы еще под религии какие-то можем выбрать тенгрианство а я хочу хочу в общем-то религию наверное можно назвать своим именем выделите назвать своим именем неплохо еще и под под религии еще и куча каких-то понятно ветвей дополнительных которые дальше прослеживаются пагоды религиозное сообщество соборы хоралы все воздействует на различные ресурсы улучшения тенгрианство как-то мне значок вообще нравится больше всего тенгрианство хочу выбрать себе тенгрианство примат папы обряды посвящения дает плюс 100 золота каждый раз когда какой-нибудь город переходит в эту религию круто золото то что нужно церковная десятина дает плюс один золото каждых четырех почитателей этой религии тоже неплохо в принципе меня религия интересует только из коммерческих соображений остальное как бы неважно ну в данной игре я имею ввиду конечно религиозное сообщество производство дает улучшение настроения вижу культуре есть вино или благовония тоже дает плюсы у нас нет вина и благовония не актуально настроение городам с тремя почитателями короче короче тенгрианство мне подходит плюс один десятина во хорошо как раз то что нужно ну и где основать почему кнопка основать не открывается по умолчанию хочу назвать нет что заставляет назвать назвать заставляют обязательность ну хорошо назовём без проблем давай назовём что они про dogma как назовем денисизм хорошо пускай будет денисизм почему бы нет религия 10 изм вполне нормальная такая новая религия у него будут жесткие прагматические прагматичные такие корыстные догматы. Давай десятину, в общем, на развитие империи, и все. И тогда все грехи прощаются, и ты будешь в Царстве Божьем обязательно. И там и девственницы будут, и кто хочешь. Все, что хочешь, будет обязательно. Но обещаем, только давай бабло. Все. И что вы от меня хотите, чтобы я выбрал эту религию? Что-то не могу понять. Благословение Папы? Да, вот давайте деньги. Обряды посвящения. Хорошо. И что-то еще такое. Производству. Пагоды. Ну, давайте пагоды. Все. Основана новая религия, Денисизм. Бойтесь, трепещите, ибо идет кара Господня Дениса Великого, который вас всех здесь отправит в ад. В котором Индия с вами плохо торгует, и вы вечно осаждаете Лавенту. Жестокий ад Денисизма. Да. На одном ходу вы видите, как много поменялось. Мы смогли и религию основать, и в общем-то все такие вещи происходят классные. Единственное, меня гложет проблема, почему мы не можем ничего сделать. Но давайте еще метких лучников наймем. Почему я еще нанимаю юнитов? Ответ очень прост. Я хочу уничтожить Индию. Надоело играться. Ребята, все. Мы захватываем Лавенту и уничтожаем Индию. Она меня очень сильно раздражает. Я понимаю, да, сотрудник, как бы, торговля и все такие вещи. Надеюсь, получу больше от того, что я уничтожу, чем от того, что она есть. Это во-первых. А во-вторых... А во-вторых, мы постараемся наладить до того, как завяжемся с Индией. Еще, может, с кем-то связь. Не знаю, как это будет возможно. Надо где-то основать какой-то новый город. И потом на берегу, чтобы, короче, как-то связаться и с другими тоже империями. Блин. Чего я нажал? А почему копейщики наши не ходят? Надо было захватить копейщиками. Я, к сожалению, нажал следующий ход. Сейчас они еще походят. Ай, это мое. Нет, копейщиков не надо, пожалуйста. Нормально, копейщики выдержали атаку. Короче, проблема через ход. То есть, через клетку оно бьет меньше город, чем в той же клетке, которая находится близко. Опять голод у нас начался. Может, это как-то связано с прибытием рабочих? Конечно же, нет. Просто мы включили рождаемость. Тогда выключаем ее снова. Голода пока нам не нужно. Ну все, давайте. Добивайте уже Лавенту. Порадуйте меня, пожалуйста. Порадуйте меня последними днями Лавенты. Все, готов. Забирай. Наконец-то. Одним последним копейщиком мы получили 106 золота. Хорошо. Что вы хотите сделать? Аннексия города превратить в обычный город вашей империи. Привратив город в саталит, вы будете получать золоточки науки. Но не сможете выбирать, что будет производить город или постройки на его территории. Он будет давать меньше недовольства, чем аннексированный город. И не повысит стоимость общественных институтов и великих людей. В результате починения города недовольство в державе увеличится на 4. Вариант неплохой. Нам не нужны никакие сопутствующие расходы как бы с этим. То, что он однозначно сразу же понизит довольство, такое дело. Нам нужна, во-первых, прибыль. И, во-вторых, чтобы не было риска стоимости. Поэтому сделаем вот так вот с Лавентой. Наконец-то. Поздравляю всех нас с этим знаменательным событием. Сколько мы мурыжили этого бедолагу, эту Лавенту. Но мы его завоевали, этот городишко. Правда, расходы что-то добавились, а не убавились. Минус 30 у нас теперь. Что же вы от нас хотите, проклятые буржуи-то, в этой Лавенте? Железо продадим. Все, мы обогатимся за счет железа. 93. Что-то мало ты даешь, Ганди? Нет, я не согласен. Иди ты со своими ценами. Какой-то ты стал нехорошей, Ганди. Слишком сильно привередничаешь. За это придется заплатить. Сейчас постараемся. Тебе устроить. День расплаты. Короче, возвращаем работников. Где они будут работать, я не знаю. Я даже не представляю, где они смогут работать. Да тут полно места. На Лавенте. А, нет, Лавенте. Есть на Лавенте тут. Между Лавентой и Акадом у нас есть место, на котором они тоже могут поработать. Но. Нас больше интересует другое. Там где-то варвары бродили. Я краем взгляда когда-то видел. Или те, которых мы уничтожили уже, они там не бродят. Тоже об этом нужно озаботиться. Теперь это все-таки наши края. Фух, наконец. Ну, реальное облегчение. Надоело это Лавента. С Индией мы будем уже поумнее. Нужно что-то штурмовое создать. Это раз. А во-вторых, сейчас нужно подготовить почву. Почва же это как будет готова? Здесь Атакада, наверное. Начнем атаку. Во-первых, восстановить все войска. Войска дорого обходятся. Тоже мы за все их платим. Во-вторых, построить так войска, чтобы сразу же была быстрая атака. Ну, и в-третьих, так подойти к городам, чтобы максимально быстро решить проблемы этих самых городов. Но есть еще один нюанс, очень важный. У Индии свои войска. Сначала нужно их уничтожить, а потом уже браться за города. Да ты сам решился. Ого, слоны. Ай-яй-яй-яй. Офигеть, как мы попали. Мы попали, когда не были готовы. К сожалению, это слишком близко, то, что они делают. И слишком нагло. И у нас все торговые отношения расторгнуты. Еще один минус. Короче, минусов дофига. Все, гоним. Сразу же не успели перестроиться армия. Они чувствуют все равно, что мы нападем. Хорошо чувствуют. Молодцы. Это радует. Приятно воевать с тем противником, который опережает тебя на шаг. Крепость построим. Да, полководцы еще могут строить крепости. Я построю здесь крепость. Она нужна. Так как мы... Да почти в критической ситуации. Возвращаем юнит. Наверное, ставим или в крепость, или в сам город. В крепости тоже, наверное, юнит они не могут атаковать. Или могут... А, плюс 100% вроде бы обороны. Насколько я читал. Лучников сюда, на фронт. Все силы бросаем, в общем-то. Все силы бросаем на индийцев. Раз они сами решили начать эту кровопролитную войну. Пускай мы ответим достойно. Слоны меня беспокоят. Что это за юнит? Как с ним бороться? И какие он проблемы может вызывать? Ответ на этот вопрос может быть неутешительным для меня. Очень неутешительным. В принципе, перечислять все цивилизации эти, которые Арнольд Тойнби наплодил, смысла нет. Ну, это, например, Миной. Мексиканская там цивилизация. Да, Тальтеки или Ацтеки. Потом Инки, допустим. Вандах, те, которые. Минойское общество. Ну, Критомикенская цивилизация, так называемая. Индуистское общество. Иранское, то есть Китайская цивилизация. Вот эти распределения все по этим цивилизациям, которые они претерпевали. Плюс, учитывайте сюда, что есть переходы между этими цивилизациями. Могут быть этапы различные. То есть, они могут передавать эстафет друг другу и обитать. Хотя, вроде бы, основным тезисом вводится то, что больше трех цивилизаций у таких эстафетчиков не существовало. Ну, то есть, например, греки передали македонцам. Ну, вот таким образом. То есть, если мы локализируем цивилизацию какую-то, эллинистическую, то... Хотя, снова же эллинское общество. Допустим, греки, македонцы и римлянам передали. Все-таки перекрестные связи, они прослеживаются, очевидно, между всеми цивилизациями. Поэтому четко разграничить их трудновато. Легче это сделать с Китаем, с тем же замкнутым. Хотя, например, они с монголами тесно связаны. Удаляем. Видите, мы сокращение производим. То, которое нам неэффективно. И стараемся мобилизировать все, что только нужно для дальнейшей войны. Махчу-Пихчу еще где-то создал кто-то. И все. И, короче, вот такие вот дела. Мечников попробуем создать. Это еще юнит, которым я не пользуюсь. Хотя нет, давайте что-то другое. Что-то более прагматичное. Тут тоже. А вот тут можно мечников. Да, здесь мечники вполне себе подойдут. По дорожке сейчас быстренько к Акаду переберемся. Устроим оборону. И все будет у нас в порядке. Было бы гораздо сложнее, если бы они штурмовали Лавенту, которую мы еще пока что не восстановили. Хотя город сам восстанавливается. То есть от нас не зависит. Сейчас посмотрим, сколько у них войск и как они быстро к нам переместятся. Ой-ё, еще и копейщики какие-то серьезные. Слонами сразу же надвинулись. Блин, нашу крепость захватили. Акад голодает? А че Акад голодает? Какая причина у Акадов в поголоданиях, так сказать? Есть похолодание, есть поголодание. Вроде здесь и ферм немало, и все такое. Наверное, из-за того, что оккупировал враг землю. Не хватает пищи. Граждане начнут погибать. Но погибать у нас здесь под вопросом стоит вообще существование самого города славного Акада. Не то, что там другие вопросы, менее насущные. Посмотрим, как против слонов колесницы. Да ничего так, нормально вообще. А ну лучниками не добьете, наверное, да? Ай, вы же не пробиваете через эти, через пересеченную местность. Через клетку слабаки. Не смогли слона добить. И эти не пробивают. Ну что ж, так невыгодно встали. Еще не хватало, чтобы слон потом на следующем ходу растоптал колесницы. Жесть просто, как она есть. Давайте сюда переведем юнит. Хардкорчиком так повеяло. Вообще, с самого начала игры, по всем показателям, хардкорчиком веет. Потому что мы отстаем, мы по всем показателям отстаем. А ведь нагнать отставание не так уже легко. Это надо как-то где-то ухитриться. Где-то сэкономить, что ли, на каких-то путях. Победы, вы помните, мы оставили экономические. Ну, любые победы, в общем-то, по всем параметрам. Так что, если кто-то нас под конец обгонит, то винить придется только себя. Мы с самого начала расслаблялись. Сувершил я несколько ошибок. Может отвлечь? Давайте отвлечем здесь. Посмотрим, какая у них территория, какие города дополнительно разведчиками. Обнаружим. Не можем оставить на чудо света, и сюда не можем подойти, чтобы защитить наши колесницы. Я опасаюсь за следующий ход, когда слоны пойдут в дело. Чего они с нами сделают, сотворят-то? Очень сильно опасаюсь. Но только жертвы здесь неизбежны. Как там в тени с войсками, с индийскими? Учитывая то, что они так расширились по территории, мы можем еще пожалеть, что затеялись с ними конфликт. Хотя это они с нами затеяли, если на то пошло. Мы спровоцировали, честно говоря. Не будем тут уж прибедняться. Ну, если по культурам пройтись, то множество вот этих вот различных культур и цивилизаций, которые в современной истории, современные практически все источники, они вот так интерпретируют, как Арнольд Томби это завещал в кавычках. То есть вот такая-то цивилизация, такая-то цивилизация, такая-то локальная цивилизация. Конечно же, ни один Арнольд Томби виноват в этом завещании. Не он разрабатывал вообще эту теорию локальных цивилизаций. Но он, по крайней мере, сгруппировал все это и расставил по полочкам, что помогло в дальнейшем уже прогрессировать дальше самой истории и анализу этих цивилизаций. Само собой, каждая цивилизация включает в себя множество факторов, таких как культура, религия, экономика, социум, политика. И все вот эти вот множество факторов, они влияют, как и в этой игре, собственно говоря, влияют буквально на все. Они между собой пересекаются. Религия, например, недалеко от политики. Часто бывает, что там еще социум, конечно же, может, недалек от той же религии. Ну и все это пересекается по нескольку раз. В принципе, даже некоторые, например, атеизм называют религией, другие науки, какие-то научные дисциплины называют религией. Понятно, что это неправильно с точки зрения определения. То есть есть существенная разница между этими понятиями. Но все же определенное взаимодействие и пересечение есть. Так как человек, несмотря на различные меняющиеся эпохи, всегда остается все равно человеком. И его привычки, они сохраняются по сути теми же. За исключением того, что есть определенные изменения в самом подходе к этим привычкам и к их реализации. То есть насколько они агрессивно, не агрессивно реализовываются. Так что и такая наука, как психология, очень хорошо может помогать объяснять эту же политику и социум. Соответственно, в анализе цивилизаций, любых цивилизаций, не избежать такого крупного масштабного подхода со стороны всех научных дисциплин. Без этого правды узнать, вывести или какой-то объективный анализ провести невозможно. Короче, слоников-то мы добиваем. Я не пойму, чего слоники не нападают. Минус 15, заметьте, у нас минус 15 денег. Золотых денег, которые мы должны тратить. То есть расходы сокращаются. Короче, в этой войне с Индией мы, наверное, достигнем нескольких целей полезных. Это, первое, сократим ряды нашей армии. Само собой, при штурме городов какая-то часть погибнет. Хотя, учитывая то, что мы на последнем месте всегда находились по армии, на последних местах, мне интересно, как же и за счет чего содержат другие государства эти армии. Добьем слона? Нет, не добьем. Не дошли, называется. Ладно, выйдем сюда вперед, выдвинемся. Переведем лучников, чтобы могли атаковать слонов. Все, мы все армии почти впритык подвели. А вот исследовать... Отступают! Реально, враг отступает. Но нет, друзья, это нет. Это так вам с рук не сойдет. Вы не отступаете, на самом деле. Вы просто-напросто роете себе могилу, потому что мы будем наступать теперь. Индия действительно оказалась слишком слабой и миролюбивой, чтобы выдержать наши накопившиеся потенциалы. А мы правильно, по сути, сделали ставку на такие вот золотые насыпи. Несмотря на то, что еще идут и минуса, тем не менее, смогли пережать. Это еще не конец. Безусловно, еще нужно эти города индийские захватить. Учитывая то, что мы уже видим два города, а территория зеленая, ой, большая. Возникает много вопросов, что же они смогли там еще натворить. Красавцы, перебили почти всю индийскую армию. Слоны что-то себя никак не проявили. И смысл содержать такой юнит? Главное юнитом их не дать уйти и восстановиться. Вот это вот одна из таких промежуточных целей. Теперь же мы будем в любом случае наступать. Ну, потихоньку восстанавливать те войска, которые отстают. И вообще, так, если посудить здраво, то пока что, несмотря на все те проблемы и трудности, которые мы испытывали все последнее время, несмотря на эту мороку с Лавентой, у нас все хорошо. У нас даже золотой век скоро будет. Мы уже наполовину к новому социальному институту. У нас хорошее послушание. Плюс 21 наука тоже вроде неплоха. С золотом единственное, что разобраться. А так, пока что, по крайней мере, то, что я вижу, меня устраивает. Ну, то есть, есть какой-то успех в прогрессе. Само собой, некоторые такие фейльные моменты неизбежны. Но все же стараемся, стараюсь их исправлять. И стараюсь поступать максимально эффективно. Единственное, что это еще обуздать золотишко. Тогда у нас все будет окей. Ну и приступить непосредственно к исследованию самих цивилизаций. Мы такую краткую характеристику провели. А вот сами подробности наиболее интересны будут. В любом случае, по каждой отдельной цивилизации ее характеристики и сравнения. И вообще наши места улучшаются.